Музыка Мы в третий раз собираем международную конференцию Мы собираем медиапедагогов, журналистов, школьников, которые занимаются медиапроизводством Для чего? Для того, чтобы обсудить состояние дел с медиаграмотностью Медиаграмотность означает, мы понимаем в духе ЮНЕСКО, как критическое мышление То есть критическое восприятие медиаматериалов Мы пытаемся внедрить в школы Украины, достаточно успешно уже внедряем и в школы, и в ПЕТ-вузы Медиаграмотность как именантная способность не доверять медиа, а осмысливать эти материалы И пропускать через определенную сеть критериев Какие-то критерии, это прежде всего стандарты журналистики То есть сбалансированный материал, не сбалансированный Указанные источники информации, не указанные Достаточно полно представлены позиции, недостаточно полные И так далее И при помощи этих маркеров, чтобы юноши, дети, девушки, они воспринимали материалы и осмысливать С одной стороны, взрослые в той или иной мере мы те грамотные То есть каким образом? Интуитивно У каждого человека есть бэкграунд, свой жизненный опыт И он все материалы, которые он получает, он через этот жизненный опыт пропускает И если материалы не отлучают его устремлениям, он просто отказывается от знакомства с этими материалами Вот такая вот селекция, чтобы не было конфликта и создавать себе когнитивную диссонанс Но для детей, для взрослых, и вот переубедить взрослых в чем-то, это фактически невозможно Тут игра не стоит свеч Можно давать им какие-то тоже навыки, те же, что и детям каких-то маркеров Манипулятивных материалов и материалов, ну, сделанных профессионально на нормальном журналистском уровне Но заставить их следовать этим маркерам или поменять их как-то позиции предпочтений материалам, предположим, пророссийским и проукраинским Это не удастся Надо сказать, что Россия первая начала вот на подсоветском пространстве эту деятельность Ну, может быть, Прибалтика там еще, я не с таком с Прибалтийским опытом А вот там замечательный исследователь медиаграмотности и пионер, в принципе, этого дела Профессор Федоров работает, он проректор Дагангрубского госуниверситета Но они пошли, пока не следуют на уровне высшего образования Вот на уровне высшего образования они создают соответствующие магистрские программы, функции и так далее А вот в среднем образовании, тут мы уже вырвались вперед, и российские коллеги это признают Журналистика, назвать ее медиаграмму нельзя Журналистика это или профессионально, или профессионально, не профессионально Вот мы, так как мы воспринимаем, вот тут вот проявляется медиаграмма Но необходимо сказать, что главные российские каналы, их новости, они профессионально в смысле пропаганды И не профессионально в смысле журналистики Это, кстати, признал и такой авторитетный орган, там есть палата по информационным спорам Что вот новости, которые делает Дмитрий Киселев, они манипулятивные, и это не журналистика Дело в том, что пропаганда это в принципе не журналистика Но, честно говоря, мне больше тут болит не за Россию, Россия это ее новости, хоть они и транслируются на Украину А мне больше болит, как говорится, за украинские каналы, которые часто, очень часто тоже непрофессионально делают новости И эти новости тоже часто имеют манипулятивный характер Вот тут паршиво, и тут нам надо работать и увеличивать профессионализм, особенно на больших каналах Почему в больших каналах? Потому что шестерка больших каналов, так называемых, она же является основным источником информации для населения Украины о том, что, образно говоря, происходит за окном Субтитры создавал DimaTorzok